Еще раз позвольте вам сказать, как я рада, что сейчас все входит в колею и удается выделить время на эфиры. Плюс у меня такая заключительная работа для нашего годового курса, дополнительные материалы к двум последним лекциям, которые я уже пятый раз переписываю в свете новых знаний, и хочется, чтобы окончательный аккорд, последний аккорд в годовом курсе был такой самый емкий. Ну, к тому же близится к завершению, плюс работа над книгой уже на финальном этапе, поэтому здесь книга, кстати, тоже будет иммунитету посвящена, Ну, я потом дам знать, когда она выйдет в чате. Так что много планов, много уже что сделано, и сегодня, чтобы на мне откладывать долгий ящик, я думаю, все, кто хотели присоединиться, Я бы сегодня хотела поднять тему иммунитета, и не просто иммунитета, а именно баланс, баланс иммунной системы. Это очень оказалась актуальная тема на сегодня, потому что опыт показал, что, к сожалению, разбалансировка иммунной системы, как не только в сторону гипофункции, как говорим мы, да, иммуносупрессия, ну, или если это не в явном виде иммуносупрессия, то это снижение одного из плечей иммунитета, что не только это плохо, дефицитно, как до этого мы считали, и я тоже на этом обычно заостряла внимание, но сегодняшняя ситуация, картина, которую нам рисует коронавирус, она показывает, что, к сожалению, и гиперактивация иммунитета не менее опасна, страшна, просто в этой ситуации мы оказываемся редко, а коронавирус поставил очень многих в эту ситуацию, тот самый цитокиновый шторм, то самое неконтролируемое воспаление, это стимуляция именно гиперответа со стороны иммунной системы. У кого это возникает, что с этим делать, вот я хочу сегодня об этом поговорить. И хочу поговорить, конечно, о том, что же лежит в основе баланса иммунитета. Вы знаете, я хочу привести такую метафору, я вообще очень люблю приводить метафоры в пример, потому что мне кажется, что они позволяют нам увидеть суть вопроса, и я всегда говорю, что всё, что вверху, то и внизу, и вот я бы хотела провести аналогию с музыкой. Сегодня мы знаем в основном два лада, мажор и минор. Очень грустно, если музыка играет в мажоре, мы всегда понимаем, что это очень весело. Если музыка играет в миноре, это всегда будет грустное настроение. Мы всегда можем, даже маленький ребёнок, не зная никакой теории музыки, всегда может сказать, музыка грустная, под которую хочется посидеть, подумать, помечтать, может быть, не обязательно тосковать. Или музыка поднимает настроение, и она такая солнечная, радостная. Но вот эти вот два лада, которые сегодня используются, это крайние ситуации. К сожалению, сегодня забыты лады, которые были очень популярны в 15-16 веке, средневековье. И сегодня, если очень мало музыкантов ими пользуются, ладов на самом деле намного больше, чем два мажора и минор. Сегодня наша жизнь, она заставляет жить на скорость. А скорость – это всегда, значит, в сторону упрощения, это потеря глубины, это снятие сливок и поскакали дальше. Что в обучении, что у детей, что у взрослых. И поэтому в музыке то же самое. Мы видим абсолютно одинаковую ситуацию во всех сферах нашей жизни. И сегодня пишется музыка в основном мажор-минор. Но в средние века было достаточно много ладов, которые были и не мажорные, и не минорные. И ты понимал, что они находятся на равновесной линии. Они находятся на уровне баланса. И вот, например, если вам интересно, посмотрите на ютубе, посмотрите такие лады, как дорийские, фригийские. Это вот как раз лады, которые нельзя отнести строго к мажору или к минору. Более того, когда вы слышите эту музыку, она вас приводит в равновесие. Не слишком взбудораженная эйфория радости и ни грусть, ни тоска. Это состояние баланса и, как мы говорим в аюрведе, сатвичное состояние. И то же самое с иммунной системой. Принято у нас, либо если гиперактивность, мы давим, и у нас много таких препаратов. И те, у кого есть аутоиммунные заболевания в стадии обострения, прекрасно знают, что используются эти препараты. И сегодня не только им, а у многих на слуху стали такие препараты, где активное вещество, например, это лицезумаб. То есть это подавляющая активность иммунную систему, резкий минор, осаждающие. Либо используют иммуномодуляторы, куда относятся и витамин С, и бузина, и многие препараты с иммуноглобулинами, и интерферонами. То есть это резкий мажор. В то время, как нам коронавирус показал, насколько мы неправы. И нам надо здесь держать крепкую середину. Серединный путь – это то, что позволит и отреагировать на вирус, выработать антитела, и в то же время не уйти в гиперзащиту и серьезное воспаление. И вот об этом, да, о срединном пути как раз и хочу поговорить. Из чего он складывается? Складывается он у нас не из тех реакций, к сожалению, которые мы можем выдать в момент уже болезни, а складывается он у нас из того, что мы делали каждый день для вот этого баланса. Чтобы у нас и звено лимфоцитов было активное, и могло выработать нужное количество иммуноглобулинов, и наша защита длительно сохранялась после того, как мы переболели. И в то же время, чтобы у нас звено нитрофилов и макрохвагов было активное, но при этом слышало наши сигналы. И вот здесь на арену выходит кортизол. Дело в том, что кортизол, он, к сожалению, глушит, можно так сказать, глушит все фагоцитирующие клетки, нитрофилы и макрофаги. Ну, в кровотоке это моноциты, потом, когда они выходят в ткани, они становятся макрофагами. И кортизол глушит, к сожалению, их чувствительность, их фагоцитарную активность. Если организм находится в ресурсе, у него есть силы, то он начинает усиливать активность этих фагоцитирующих клеток. То есть у нас такая получается ситуация. Если человек находится в хроническом стрессе, ему знаком высокий кортизол достаточно часто, то в этом случае у него все вроде бы работает нормально, но фагоцитирующие клетки, они достаточно агрессивны. Они находятся в таком возбужденном состоянии, потому что организм плохо их слышит, и они все время, скажем так, кричат. Они гиперактивны. В тот момент, когда мы заболеваем вирусной инфекцией, и кортизол у нас достаточно серьезно здесь тратится на борьбу, на активацию нашего метаболизма, на борьбу с вирусом, вдруг оказывается ситуация, что кортизола уже не так много, он падает, а клетки все еще гиперактивны. И вот это уже предварительную ситуацию создает для того, чтобы реакция воспаления оказалась очень мощной. Тут, конечно, еще накладывается ситуация микротромбозов. Это специфическая, да, такая дополнительная картина со стороны коронавируса. И по поводу сосудистых всех моментов, что нам нужно компенсировать и до, и после, отдельно есть у меня эфир на ютубе, легко его найти, тоже по имени Крушанова Юлия, и он выложен, можно посмотреть, и там приведены препараты, тоже, поэтому я сейчас об этом говорить не буду, этому отдельно было внимание посвящено, то, что можно самостоятельно сделать. С теми же антикоагулянтами тоже не все так просто. Практика показала, что, да, мы раньше считали, что антикоагулянты надо вводить как можно быстрее, чуть ли не с первого дня болезни, как только ПЦР нам показал положительный результат. Однако ситуация выглядит так, что, к сожалению, вот есть эти исследования, они на сегодняшний день уже в нескольких лабораториях были проведены, что раннее введение антикоагулянтов, к сожалению, облегчает проникновение коронавирусу в клетке и способствует его размножению, то есть репликации вируса. И поэтому сейчас в грамотных протоколах антикоагулянты обязательны, но назначаются где-то к шестому-седьмому дню, там есть варианты с пятого по седьмой день, для того, чтобы иммунитет успел затормозить проникновение вируса в клетку. Плюс, конечно, вначале особенно актуальны противовирусные препараты. В некоторых странах, где зарегистрирован ивермектин, его успешно используют, но сейчас вокруг него баталии и битвы ведутся. Однако его успешность применения подтверждена во многих странах. В России он не зарегистрирован как препарат для людей, только как для животных. Сюда же относятся такие препараты, как ингавирин, коронавир. Они достаточно дорогие, но при этом при использовании в самых начальных стадиях, при первых симптомах, они тоже дают положительный поддерживающий результат. Я с чем встретилась? Встретилась с тем, что, к сожалению, многие назначают мощные иммуностимуляторы и тимолин, и препараты интерферона, свечи кипферон и так далее в больших дозах полиоксидонии прямо с самых первых дней болезни. Правильно ли это? Я бы сказала так, что это возможно, если действительно мы знаем, что у человека есть некоторая иммуносупрессия, и мы можем подержать буквально первые два дня, не дольше. Дальше это уже подстегивать, опять-таки, иммунную систему, и в какой момент мы уйдем в гиперфункцию, здесь предсказать вам никто не возьмется. Поэтому длительное использование, как я видела, до 10 дней использования, это, конечно, уже очень опасная ситуация. Более того, к сожалению, приходилось разбираться с наиболее тяжелыми формами воспалительных процессов, дальше уже вирусной пневмонии на фоне как раз приема вот таких иммуностимуляторов. Поэтому очень аккуратно надо к этому относиться. Насчет того, что ингаверин может вызвать онкологию, иммуностимуляторы тоже могут это сделать. Поэтому вопрос ДОС, вопрос осознанности, и именно по этой причине ингаверин у меня не входит, а также еще несколько препаратов, которые успешно с ними можно работать, однако я их не включаю в схему для реагирования при положительном ПЦР на COVID. Потому что действительно ошибок может быть много, и для домашнего использования бесконтрольного эти препараты не подходят. Однако в тех странах, где есть протоколы с зарегистрированными препаратами, этими для людей, они используются, но не в России. И вот эту схему, кстати, несколько вопросов было, где ее найти, схему, которую можно безопасно использовать в домашних условиях, вы можете скачать, она у меня выложена в Телеграм-канале. Это ссылка, активная в шапке профиля, и там сразу кнопка Телеграм-канал. В Телеграм-канале, если войти в файлы, там будет схема реагирования при COVID. И там все, что можно использовать самостоятельно и прописана длительность использования. Вот это очень важно. Насчет баланса иммунной системы, как к нему подойти? Здесь такая ситуация возникает. То, что мы делаем ежедневно, а это именно питание и образ жизни. Из этого складывается и здоровье иммунной системы, как до встречи с коронавирусом, так и восстановление после. Потому что действительно сильно падают лейкоциты, падают тромбоциты, много нюансов, которые наблюдаются от человека к человеку похожих. И вот здесь очень важна как раз таки сезонность. Сезонность, потому что хотим мы или нет, верим мы или нет в это, но то, как изменяются существенно сезоны, это очень сильно влияет на состояние нашего метаболизма, на состояние нашей иммунной системы. Пищеварительная система – это не просто ферменты, которые помогают переваривать пищу, но это ферменты протиолитические, которые также помогают работе иммунной системы, разгружая лимфу и разгружая кровь от недоусвоенных, недорасщепленных белков, от пептидов. Тех белков, которые образуются у нас, они в большом количестве циркулируют после того, как коронавирус был перенесен. Тоже наблюдаю, что после коронавируса очень у многих как раз таки вот эта перегруженность белком лимфатической системы, она серьезно мешает восстановиться работе иммунной системы. И более того, уход как раз в обострение аутоиммунных заболеваний или выявление манифестации в первый раз, когда выявляют аутоиммунные заболевания на фоне перенесенного коронавируса, это как раз проблема не коронавируса, и это даже не проблема иммунной системы, это проблема дефицита протиолитических ферментов. Ферменты нашей поджелудочной железы, когда мы едим, выполняют роль пищеварительных, когда мы не едим, когда у нас проходит где-то часа три после еды и ночью до следующего приема пищи, они выполняют роль протиолитических ферментов. Вот это очень-очень важный момент. И поддержать, улучшить ситуацию или усугубить, как ни странно, можно не просто приемом препаратов, а ключевыми как раз базисными вещами это питание, то, что доступно каждому. И вот я не случайно в посте затронула эту тему, но в разрезе здоровья детей. Дело в том, что, ну вот сейчас как раз я делаю курс осенний, готовлю. Почему? Потому что как раз осень – это самый сложный период. И осенью особенно важно нам пройти по грани, скажем так. После лета какие проблемы остались, что влияет на иммунную систему? После лета, к сожалению, у многих осталась проблема циркуляции крови. И летом у нас это естественный процесс, когда расширяются периферические сосуды, и кровь концентрируется больше на периферии, тем самым позволяя нам выровнять более-менее температуру тела и температуру окружающей среды. В этом случае очень сильно снижается кровоснабжение основных органов пищеварения, в частности, я говорю про поджелудочную железу. Это очень капризный орган и очень нежный орган. Зависят от многого. Одна из самых максимальных концентраций кровеносных сосудов как раз находится в поджелудочной железе, поэтому ее очень неохотно оперируют, когда нужно удалить какую-то часть, например, поджелудочной железы по какой-либо причине. Очень неохотно идут на эти операции, потому что там очень мощный кровоток должен быть. И небольшой даже дефицит в кровотоке поджелудочной железы уже сказывается на том, что мы наблюдаем ферментативную недостаточность. И здесь, понимаете, использовать какие-то стимуляторы, активаторы иммунной системы для того, чтобы поднять лейкоциты. Есть хорошие препараты, я много о них рассказывала. И тот же тимулус отлично работает, и астрогал отлично работает, аюрведические препараты есть для поддержки иммунной системы, та же самая дашемула. Однако этого недостаточно. Это как надстройка. Это, представьте, дом, который у нас стоит на фундаменте и все время плесневеют стены у дома. Мы чистим, мы обрабатываем фунгицидными препаратами, мы переклеиваем обои, мы красим стены, но при этом ничего не меняется. Проходит время, и плесень опять проходит, и опять проступает. Почему это происходит? Потому что, например, дом стоит на болоте. Что нужно сделать? Бесполезно закрашивать стены. Это как макияж у женщины, нарученные ресницы, например. В то время, как хочется иметь длинные ресницы, значит, надо работать изнутри. Значит, надо, если волосы требуют заботы, значит, надо работать изнутри, хотя внешне можно все замаскировать. Также и дом, который стоит на болоте, он все время будет плесневеть, он всегда будет выдавать эту проблему. И надо сушить болото, для того, чтобы в этом доме можно было спокойно жить, сделав ремонт. Так же и с иммунной системой. Если у нас питание не подобрано под сезон, а сезон, пожалуй, это самая важная вещь, которая на нас воздействует. И осенний сезон, вот верим мы в это или нет, хотим мы или нет, какого бы мы вероисповедания не были, мужчины, женщины, дети, на нас всегда действуют сезоны. И вот здесь очень важно учесть этот момент, почему осенью как раз больше всего наблюдается ОРВИ, причем ОРВИ потом с тяжелыми продолжениями бактериальными. Хронические бактериальные инфекции в это время опять поднимают головы. Различные такие проблемы с замедлением метаболизма, как снижение активности щитовидной железы, увеличивают дозу элтирокса осенью, набор веса, отеки, к Новому году прибавка веса идет, хотя летом удалось сбросить и так далее. То есть классические осенние проблемы. Почему они возникают? Именно потому, что люди не учитывают, что они живут не сами по себе, а они часть окружающей среды, часть природы. И вот здесь очень важно учесть, что летом был отток крови к периферии, то есть уже изначально поджелудочная железа, она меньше имеет кровоснабжения. И поэтому очень важно осенью возвращать кровь из периферии к центру. Как это можно сделать? Вот я дала в посте простой пример, но это действительно очень эффективно. Перед каждым приемом пищи прохладной водой, лучше холодной водой, ополаскивать ноги до колена и руки до локтя. Обязательно это делать. Если вы хотите, чтобы поджелудочная железа могла максимально выдавать количество ферментов. И результат будет здесь именно не от того, что вы один раз это сделали. А если это вы будете делать из раза к разу, из дня в день, то вы получите эффект. Мы все хотим волшебную таблетку и верим, что она существует, что мы можем ее вытесить и все пройдет, и все нормализуется. Труд всегда меньше привлекает, чем чудо. У меня даже вот есть значок такой, мне он очень нравится. Наука – это магия, которая работает. Вот такой вот значок интересный. Наука – это магия, которая работает. И это действительно так. И пока мы ждем волшебную таблетку, мы в это время теряем время. Пока мы надеемся и ходим от поиска в разных местах чуда, мы теряем время. В то время как сама природа и наш организм являются чудом. В Айурведе основной постулат заключается в том, что у нас ресурс самовосстановления огромный, плюс ресурс компенсации. Если какой-то орган не выполняет свои функции на 100%, у нас есть на подхват несколько вариантов, которые могут это скомпенсировать и сбалансировать. Очень много людей, которые имеют хронические заболевания, в том числе и я, у меня аутоиммунное заболевание, но при этом длительно находятся в ремиссии, и это никак не влияет на их качество жизни. И это как раз, вот это и есть чудо, которое заложено в нашем организме. И Айурведа предлагает обратить внимание на это, помимо приема препаратов, помимо реагирования как скорая помощь и так далее. И вот такой простой прием ополаскивания холодной водой, казалось бы, ну какое-то имеет отношение к иммунитету. Но это прямое отношение имеет к протиолитической активности ферментов. И ваша лимфатическая система оказывается более разгруженной. У иммунитета появляется возможность снизить антитела, у иммунитета появляется возможность восстановить ресурс лейкоцитов, потому что они все время не работают на истощение, они не подвергаются все время высокой нагрузки тех белковых комплексов, которые циркулируют у нас в лимфе и в крови. И очень важно здесь не уйти в крайность, опять-таки, срединный путь. Не надо начинать обливаться ледяной водой изо дня в день, раз уж холодная вода должна быть, то будем это делать. Мало кто из современных людей, особенно те, кто перенесли ковид, у них уже есть некоторый астенический синдром, мало кто из современных людей может себе это позволить. Это очень сильно истощает надпочечники, холодные обливания целиком. Это надо быть здоровым человеком, и, как сегодня говорят, практически здоровым человеком, для того, чтобы себе позволять такие полные холодные обливания. Еще генетика играет здесь большую роль, но про это я сейчас не буду говорить. Есть различные национальности, расы, которым показано обливание, или которым категорически не показано. Например, монголоидные расы, азиаты, им не показаны вот такие методы закаливания. И, соответственно, аюрведа здесь, смотрите, как мудро говорит, она не говорит нам обливаться, а именно периферия, только до локтя и только до колена, и именно перед едой минут за 15. Вот это простой метод, который можно взять на вооружение, хотя бы руки до локтя, например, на работе, понятно, что там сложно, но руки до колена, но руки до локтя уже дадут эффект. Это первый момент, это мы компенсируем то, что было летом, и возвращаем циркуляцию в поджелудочную железу. Второй момент для иммунной системы, который очень важен, это компенсация тех изменений, которые у нас происходят именно в осенний сезон. А это у нас смена то дожди, то ветра, то ветра с дождями, иногда выглядывает солнце, и, как говорится, до бабьи лета наступает. Именно поэтому для балансировки сезон очень сложен, потому что нарастает возбудимость нервной системы, так называемая бата душа, и в то же время набирает силу капха душа, это слизи образования. И вот здесь со слизи образованием опять-таки решают вопрос наши ферменты. И опять-таки, получается, мы возвращаемся к поджелудочной железе. Почему очень важно заботиться о том, чтобы у нас ферментов было достаточно и когда мы голодны, и когда мы поели. Дело в том, что слизь, которую у нас организм выбрасывает на наши слизистые, это в первую очередь дыхательные пути. Если этого недостаточно, то выбрасывается через уретру, выбрасывается у женщин через влагалище, слизистые выделения появляются, и в кишечник. Если слизи слишком много на слизистых, это говорит о том, что однозначно ферментативная недостаточность присутствует. И вот здесь можно бесконечно принимать противокашливые препараты, разжижающие слизь, АЦЦ, бромгексин, много всего, антибиотики, капать в нос и так далее. Но проблема не решается. Это опять-таки дом, который стоит на болоте и идет маскировка стен. Надо и сушить болото. И вот здесь очень важно правильно подобрать питание, отнестись с уважением к природе, против которой мы пойти не можем. И сезонность отменить мы не можем. Но мы можем изменить свое питание. Значит, надо убрать все продукты, которые обладают слизеобразующим действием. Это молочные продукты, это белая рафинированная мука, это глютен сюда, то есть не только пшеничная мука, но глютен содержащая. И это избыточный сладкий вкус. Об этом я тоже написала в посте. Но помимо этого, этого еще мало, надо ввести те продукты, которые способствуют выведению слизи, отхождению ее и выводу из организма. Вот такими продуктами являются специи. Специи это, ну по сути, это аптека у нас на кухне. К ним сегодня очень такое пренебрежительное отношение, опять-таки, из-за того, что жизнь на скорость, то некогда ловить тонкости вкуса. Поел, сыт и хорошо. Но специи не только дают богатую палитру вкусовых ощущений, но роль специи намного шире. специи действительно, опять-таки, при употреблении изо дня в день. Простой, казалось бы, тоже метод, но он дает стабильный результат. Это тот самый фундамент, на фоне которого мы строим дом. И какие специи нам помогут убрать слизь. Это все согревающие специи, это все острые специи и немного с горьковатым вкусом. Можно заваривать вместо чая набор специй, например, корица, цедра лимона и немного гвоздики, перец черный. То есть, можно подобрать свои варианты. Добавить травы, которые разжижают слизь. Сюда относится зверовой, не случайно он собирается как раз на зиму, и зимой его часто используют. Сюда относится лимонная трава, тоже, лемонграсс, можно заваривать. То есть, здесь вариантов достаточно много. Но даже использование корицы ежедневно или имбиря. Имбирь это вообще, конечно, кладезь полезных веществ, но и не случайно используется он как раз таки на востоке широко именно для того, чтобы лечить все заболевания, связанные с слизеобразованием. А это снижение лейкоцитов сюда идет, это отеки, это воспалительные и застойные заболевания в лимфатической системе, это аутоиммунные заболевания. Сюда же относятся проблемы с детоксикацией. То есть, во всех этих проблемах у нас помогает очень хорошо имбирь. Но имбирь должен быть тоже не разово мы использовали, а это должна быть ежедневная, каждый день вокруг еды использование имбиря. Как его удобнее использовать? И он, наверное, даже самый удобный, мне так кажется, для западного человека, потому что острые специи, ну, это правильный вопрос, как допустим, их заваривать, да, острые, не все любят на вкус. с имбирем проще. Кто мешает сделать маринованный имбирь? Это вообще, мне кажется, мастхэв, как сейчас говорят, на осень особенный. Можно даже зимой так не использовать его, как именно осенью. Осенью идет, зимой, если холодно, то часто будут сухие морозы. Это не так опасно для нашей пищеварительной системы и для протеолитических свойств и для поддержки баланса иммунной системы. Осенью морозы у нас и так идет сжатие периферических сосудов, кровенаполнение хорошее поджелудочной железы и вообще органов пищеварения. И многие вопросы уже решаются лучше. Зимой тяжелую пищу, сложную пищу, жирную пищу есть легче. Осенью все обострения хронических ЖКТ заболеваний происходят именно осенью. Потому что разлад наиболее серьезный между циркуляцией, протеолитической активностью и плюс еще воспалительные процессы, которые себя после лета проявляют именно осенью. Про это я отдельно скажу. Там уже прямая связь с иммунной системой. Поэтому из всех специй наверное имбирь самый простой. Сделать его маринованным и просто его класть на тарелку в небольшом количестве как делают японцы например. Класть в небольшом количестве имбирь на тарелку для того, чтобы его есть прикуску. Либо это может быть хрен. русский вариант имбиря тоже опять-таки приготовлен заранее и его можно использовать для этой же цели. Если у человека есть воспалительные процессы в ЖКТ, то мы используем такой интересный прием. Он не может есть, пока не залечат слизистые, не может есть разогревающие специи. боли возникают на фоне и хрена, и имбиря, и даже чая с корицей. В этом случае есть интересный такой ход. Используется масло в Аюрведе есть такое универсальное масло, называется анутайлом или его аналог шакбинду близкий по действию. Используются они для того, чтобы закапывать в нос утром и вечером после умывания. И это дает через рефлекторную дугу активизацию прилив крови к внутренним органам, но не раздражая слизистую. Именно как раз то, что находится над пупком, то, что иннервируется вагус нервом. Плюс растворяющее действие на слизь, которая накапливается у нас на заглотке в пазухах. И вот этот вариант его можно использовать как временный, если не можете позволить себе есть специи. Ну и отказ от слизеобразующих продуктов, конечно же. То есть вот такой мы делаем ход для того, чтобы мы дали хорошую циркуляцию крови, даем из раза в раз. Мы даем разогревающие специи, которые нам помогают сдерживать слизеобразование. Мы используем продукты, исключая те, которые дают именно слизеобразующее действие. И казалось бы, ну и что, что слизь? Ну подумаешь, ну вот с утра слизь, откашлялся, ее в течение дня нет. Но слизь это питательная, это самая лучшая питательная среда для бактериальных инфекций. Слизь, по сути, имея слизь в ненужных местах, а на слизистых не должно быть избыточной слизи, не когда речь идет о вагинальной слизистой, не когда речь идет о дыхательных путях, верхней или нижней, избыточной ее быть не должно. Иначе вы формируете у себя чашку Петри. Вы ставите, вы у себя делаете, получается, растим бактерии. Вот когда берут на бактериологический посев соскоп и результат приходит через 7-10 дней. Эти 7-10 дней в чашке Петри выращивают наш соскоп и смотрят на питательной среде, на агар-агаре выращивают и так далее. Такие смеси серьезно сегодня сложно используют. Выращивают, какие бактерии вырастут. Мы, по сути, такие чашки Петри устраиваем у себя в организме на всех слизистых, в том числе и в кишечнике на слизистые тонкого, толстого кишечника. Если мы не понимаем, как регулировать осенью свое питание и что делать с этой слизью. Мы создаем благотворную среду для условно-патогенной и патогенной бактериальной флоры. Вот откуда обострения, которые затихают летом, опять-таки благодаря сезону. Не мы такие молодцы. Если мы ничего специально не делаем, летом затихают все хронические фаренгиты, атиты, ларингиты, гаймориты, циститы, только потому, что сезон нам в этом помогает. Но как только опять появляется у нас дождливая погода, как только появляется влага, достаточная в воздухе, тут же это способствует слизеобразованию. И если наше питание, мы над ним не поработали, мы устроили себе чашку Петри, и те бактериальные инфекции, которые спали, они опять у нас поднимают голову. И это может быть из года в год, с десятилетия в десятилетие продолжаться. И эти все курсы бесконечных антибиотиков, которые подавляют флору нашу, не только кишечную, у нас кишечник не отдельно от организма, и кожная флора меняется. Многие знают, как после антибиотиков появляются глубокие прыщи, тяжелые, такие, сложные, чтобы их как-то убрать. снижается работа иммунной системы, опять-таки разбалансировка плеч, уходит в минор или в мажор, теряется срединный путь. И вот здесь это не решение. Антибиотики это опять-таки переклейка обоев в доме, который стоит на болоте. Надо убрать эту слизь и не позволять ей появляться. Я сама была знакома в детстве с аденоидами, и чудом, благодаря очень низкой свертываемости крови, буквально перед дверью хирурга, мне было 6 лет, меня развернули домой. Не взяли на операцию, потому что боялись, что меня остановит кровь. Мне повезло. И тогда этот же хирург дал очень хороший рецепт, как работать, чтобы мой аденоидит ужасный с ним справиться. Дал эту рекомендацию мне 6 лет при маме, и я делала все сама, и маленькими шагами, за дня в день, два раза в день я делала эти процедуры, и я удалось избежать операции. Дошла до пубертата, пубертат опять-таки благодаря природе, благодаря как раз-таки компенсаторным силам нарастает пита-доша, снижается капха, и в этом случае как раз есть возможность победить вот это излишнее слизи образования и справиться с процессами как раз застойными в лимфатической системе. Аденоиды это часть лимфатической системы. И уже пометуя это, когда со старшим сыном я пришла увидела эту проблему, пришла в эту же ситуацию, уже было понятно, что делать. Про аденоиды у меня отдельно есть пост, два поста, первая и вторая часть, и там очень подробно расписано, что нужно делать. По сути, все шаги, они именно работают над тем, чтобы убрать излишнюю слизь, поднять активность поджелудочной железы, дать достаточное количество ферментов, и там еще противовоспалительные препараты, и питание там, там все рассказано, в два поста, в двух частях, мне все посты подписаны, чтобы вам не искать по картинкам, просто за фотографией нагадать, что там за пост. Поэтому кому актуально, обратите внимание. Но это частный случай того, о чем я сейчас говорю. И все хронические бактериальные инфекции, обостряющиеся осенью, а также сюда же относятся и дисбактериоз, синдром избыточного бактериального роста, синдром избыточного грибкового роста, рецидивирующие грибковые заболевания, неважно на коже или на слизистых, все относятся сюда же. Появляются у кого-то, это грибок, например, который на коже головы, и начинается зуд, и начинаются корки, у детей часто это бывает, за ушами и так далее, задняя часть, под волосами, волосистая часть, затылка, это тоже, опять-таки, мы создаем благотворную среду. И можно бесконечно использовать различные мази, препараты, принимать противогрибковые антибиотики, как растительные, здесь нет отличия, растительные или это синтетические антибиотики. Мы опять-таки переклеиваем обои, а нужно решать корень проблемы. Здесь очень много таких нюансов, и вот честно, я сейчас размышляла долго насчет того, что проводить тоже осенний курс со всеми особенностями осенними или нет, но так как уже есть люди, которые прошли курс, посвященный зиме, весне и лету, и у нас была договоренность, что я проведу как раз осенний курс, и у них будет полностью закрыт год. Бесплатный, бессрочный доступ, который остается на бесконечное время, можно передавать детям, внукам, и жить уже целый год, учитывая сезоны и особенности. И я поняла, что откладывать на год еще вот этот последний кусочек не надо, конечно, и поэтому делаю, 20 числа будет начало, но пока не объявляем, скорее всего, запуск будет на следующей неделе, где-нибудь во вторник, в среду, может быть, и будет отдельно в сторис об этом объявлении. И там мы делаем вход для новичков удобный, который позволит людям далеким от юрведы понять, о чем идет речь и чувствовать себя свободно. Но про курс это будет отдельно, отдельно будет информация, кому нужно глубоко. А сейчас хочу к иммунной системе дальше опять вернуться. Что касается именно поддержки иммунной системы, с точки зрения влияния на нее нервной системы. Здесь тоже есть нюансы. Плохо, когда много кортизола и плохо, когда кортизола мало. То есть вот эти уходы в гиперкортизольное состояние, они приводят, как я сказала, к подавлению чувствительности фагоцитирующих клеток к нашим сигналам, и это приводит к гиперактивации их в итоге, в ответ. на такое подавление. И в то же время сниженный кортизол, он не позволяет контролировать воспалительные процессы. То есть мы в итоге можем прийти к одному и тому же. Мы можем прийти как раз к готовности ответить гипервоспалением в случае встречи в частности с коронавирусом, как при низком кортизоле, так и при высоком кортизоле. Вот это очень важный момент, который надо понимать. и что здесь можно делать, что мы со своей стороны можем опять-таки ежедневно делать для этого. Здесь очень важно работа с желчоотоком и с печенью, потому что именно работа печени определяет работу почек, а почки определяют ресурс надпочечников, а именно надпочечники нам производят кортизол. Когда его мало, мы обращаемся к надпочечникам, мы начинаем принимать пептиды надпочечников, стимуляторы различные, тонизирующие растительные препараты, сюда же относятся или от ракок, например, сюда же может относиться лебзея, то есть таких препаратов очень много, маточное молочко, женьшень, но тем самым мы как подхлестываем надпочечники, как лошадь мы хлещим кнутом, но мы сначала лошади должны дать напиться, наесться, выспаться, отдохнуть, и только потом мы ее можем подгонять. И если наши надпочечники не получают должного питания, то эти стимуляторы, они еще больше их истощают. А это в свою очередь опять-таки сказывается на разбалансировке иммунной системы. Что нужно делать? Надпочечники лежат на почках и питаются надпочечники именно за счет ресурса почек. Если хорошая циркуляция в почках, если ткань почек здоровая, надпочечники получают нужное питание. Они полностью зависят от почек. работа почек она зависит у нас, как ни странно, хотя это не очевидно многим, она зависит от работы печени. И вот здесь мы упираемся в тот самый детокс, сегодня, который у многих на слуху, но это не питье соков и голодание, а это помощь печени в ее ежедневном труде. Опять-таки мы с вами пришли к ежедневному ресурсу. И вот здесь важный очень момент, как мы можем поддержать печень. Есть универсальные препараты, универсальные растительные средства для того, чтобы поддержать печень в целом, всю ткань, первую и вторую фазу детоксикации печени. Самый простой препарат это артишок всем известный. Он не обладает какими-то мощными желчегонными средствами, он очень мягкий в этом плане. Его можно и при синдроме Жильбера, знаете вы об этом или нет, но многие выявляют синдром Жильбера случайно у себя. И в отличие от расторопши, которую нельзя при синдроме Жильбера принимать длительное время, артишок безопасен. И артишок, он работает очень вкрадчиво, мягко, но при этом он как раз таки тот самый данной природой и доступный для западного человека, не единственный, но доступный для западного человека, который можно купить в аптеке в виде препаратов, экстракта артишока. работает очень медленно, но при этом так скажем гарантированно. Прием артишока обычно это минимум два месяца до полугода и прием идет ежедневно после еды его принимают обычно один-два раза в день по 500 мг в зависимости от того, насколько нужна поддержка обеспечения. Здесь надо понимать, что по анализам может быть все в порядке, но при этом если у вас есть синдром хронической усталости, если есть потеря интереса к жизни, если есть сниженная активность физическая, умственная, эмоциональная лоббильность, то есть вас бросает в эмоциях, то это уже говорит о том, что надпочечники не справляются со своей функцией, с нагрузкой. И здесь поддержка через печень почки она всегда дает хороший результат. Бывает, что одного этого только недостаточно, но то, что улучшение состояния на фоне приема артишока в целом в ровном эмоциональном фоне, в состоянии иммунной системы и в балансе между кортизолом и мелатонином мы всегда видим это факт, который подтвержден на практике. Но чтобы увидеть результат, минимум надо пропить месяц, чтобы увидеть результат и от 3 до 6 месяцев, чтобы результат закрепить. Помимо того, что есть препараты для поддержки надпочечников, можно принимать пептиды для почек, можно принимать пептиды для надпочечников, можно принимать пептиды для печени, но вот даже элементарный недорогой препарат артишок он выполняет свою функцию качественно урса данных а что например урса фальк можно измещать с артишока можно с артишока можно совмещать и урса фальки если он вам показан для изменения реологических свойств желчи и баланса между токсичными и нетоксичными желчными кислотами можно принимать желчегонные более активные можно принимать специфические спазмолитики для сфинктера ауди такие как адестон например то есть здесь дальше надстройка может быть по показаниям какая угодно но артишок это базовый скажем так незаметные в своем действии вот через день 2-3 неделю приема препарат но дающий результат отсрочена на перспективу и сейчас самое время начать его принимать для того чтобы поддержать свою иммунную систему которая очень сильно зависит от этих кортизоловых скачков нехватка и наоборот избыток что еще здесь мы можем сделать для себя для поддержки это конечно же тимус тимус это обучающий центр для наших лимфоцитов это центр в котором даже уже когда мы находимся в пожилом возрасте и считается что тимус полностью заменяется жировой тканью что он активен только у детей потом постепенно начинают угасать пубертата ну с окончания пубертата и считается что уже в пожилом возрасте не говорится четкая четкий возраст потому что это у людей зависит от того как они жизнь жили какие проблемы у них были со здоровьем но считается что пожилом возрасте после 60 уже однозначно полностью заменят заменена вилочковая железа наши дать тимус заменена жировой ткани и однако исследование современные показали и здесь становится кстати понятно почему аюрведы все равно поддерживает тимус и в 60 лет и в 70 и 80 казалось бы что там поддерживать уже жировая ткань однако оказалось что тимус хранит лимфоциты с памятью к многим бактериальным и вирусным инфекциям и оказалось что обучение там у этих скажем так умудренных опытом лимфоцитов проходят молодые лимфоциты то есть тимус просто меняет свою функцию но он тоже остается важным органом для того чтобы иммунная система была у нас в адекватном ресурсном состоянии и тимус к сожалению часто теряет свою стопроцентную скажем так активность если есть хронические вирусные заболевания например рецидивирующий герпес вирус обштайн барра присутствует никогда не уходит в человек в ремиссию по нему так чтобы и незаметен он был если тем более были пересняют перенесены такие вирусные инфекции как гепатиты после коронавируса того же самого тимус конечно истощает свои функции и но это очень благодарный орган в отличие от поджелудочной железы которая является очень капризной и ей нужно внимание уделять постоянно то вот тимус как раз таки он хорошо откликается на курсовые приемы препаратов которые могут его поддержать и сюда конечно относятся в первую очередь пептиды тимуса и астрогал астрогал кардицепс на втором месте на первом месте астрогал это препарат который можно использовать экстракт астрогала можно использовать и при утоимуных заболеваниях и есть препараты на том же айхербе но не обязательно брать айхерб на айхербе это тимулус препарат если не брать айхерб то можно отдельно покупать астрогал лучше конечно экстракт астрогал и параллельно брать пептиды тимуса того же например если российский производитель то пептиды хаденсона у них есть пептиды тимуса и здесь важен курсовый прием обычно это прием месяц если нужно две недели перерыв и повтор еще месяц дополнительно кому-то нужно таких сделать три подхода но профилактически на месячный прием астрогала и пептидов тимуса если вы видите в картине своей общего анализа крови вы видите в лейкоцитарной формуле дисбаланс сниженные лейкоциты сниженные нейтрофилы чаще всего мы видим когда уже переболел человек повышенные лимфоциты вот это уже так это такая картина которая хронически может сохраняться очень долгое время многие годы то здесь конечно выравнивание вот это очень важно выполнять но опять-таки если мы не разгрузим не поддерживает ферментативную активность поджелудочной железы если мы не разгрузим лимфатическую систему от белка то результат будет небольшой стимус восстановить свои функции но для того чтобы сбалансировать иммунную систему очень важно то о чем я говорила до этого убрать лишнюю слизь то есть фундамент важно сделать позаботиться о ферментативной активности поджелудочной железы в некоторых случаях поджелудочная серьезно находится серьезном истощении это бывает у детей после вирусных инфекций любых вирусных инфекций не обязательно коронавирус это бывает у взрослых после перенесенного панкреатита причем это может быть панкреатит в легкой форме но ушедший в хроническое состояние и вот в этом случае нужно добавлять дополнительно принимать протеолитические ферменты сюда может быть отнесен например его бензин очень эффективный в этом плане препарат сюда может быть отнесен панкреатин опять-таки же есть и на херби и есть протеолитические ферменты в аптеках тот же бензин можно брать в аптеке и это прием таких ферментативных препаратов натощак не с едой как креон например принимается тот же креон кстати он тоже может выполнять или панкреас они могут выполнять роль и протеолитических ферментов если их принимать натощак просто об этом не говорится но по сути ровно и реже ферменты работают когда мы голодны с лимфатической кровеносной системы замещая это заместительная терапия мы замещаем тем самым недостаток наших собственных ферментов и помогаем иммунной системе пока мы работаем с тем самым пока мы работаем с печенью Пока мы работаем с надпочечниками, мы помогаем иммунной системе понизить градус тревожности и снижаем эту нагрузку. Это очень важный шаг. Параллельно работаем с поджелудочной железой. Но поджелудочная железа, она очень недоверчивая, она откликается только на фоне регулярной длительной работы. Почему и говорится в июрведе, что вот это вот следование режимам, сезонам, конкретным рекомендациям по сезонам, почему очень важно? Потому что отступить и сбить намного проще, чем восстановить, так как все упирается в активность поджелудочной железы. Это очень своеобразный орган. Упасть в яму, оступиться, вот оступиться это полсекунды и свалиться в яму. Много времени не надо. Но выбираться оттуда может оказаться очень непростым занятием, где нужна помощь и большие усилия и время. Вот ровно так же себя ведет поджелудочная железа. В отличие от печени, да, например, которая все на себе тащит и старается из последних сил, и еще мощные у нее регенерирующие свойства. Поджелудочная, споткнулся человек, упал в яму и потом он долго выбирается. Поэтому с ней профилактика особенно важна. Вот с ней особенно важно понимать, что ты ешь, есть ли чувство голода или это просто аппетит. Ешь ли ты тот набор продуктов, который подходит под этот сезон, или ты сам того не зная, подавляешь работу поджелудочной железой. Поддерживаешь ли ты просто правильным методом приготовления. Вот сейчас осенью очень важно, чтобы все белковые продукты, животный белок, был максимально подготовлен для переваривания. То есть это либо маринуем мясо, либо мы его измельчаем и делаем в виде котлет, в виде каких-то запеканок, либо это может быть длительное тушение. То есть сейчас очень важно, особенно если есть у вас проблемы в иммунной системе, если есть накопление слизи, вам это знакомо, очень важно, чтобы сейчас весь животный белок был максимально, прошел предварительную обработку, скажем так, максимально подготовлен к перевариванию. Актуально сейчас как раз принимать воду с яблочным уксусом. Актуально использовать различные стимуляторы выработки соляной кислоты, если есть гипооцидность. Потому что нужный уровень закисленной пищи, если пища достаточно закисленная и она попадает из желудка в 12-перстную кишку с хорошим таким низким PH, кислый комок попадает пищевой, это как сигнал для поджелудочной железы на выработку, не то что выработку, а на выдачу достаточного объема панкреатического сока богатого протеазом. Если упал комочек не особо кислый, то, значит, там не особо было много животного белка, для которого в основном нужны протеазы. И поджелудочная железа выдает меньший объем панкреатического сока. То есть это вот тоже такие завязанные вещи, поэтому подкисливать, если рыба, то лимонным соком. Принимать за полчаса до еды воду с яблочным уксусом, полстакана можно выпить и чайную ложку яблочного уксуса. Есть в Аюрведе прекрасная комбинация, которую многие ученики годового курса в свое время назвали лис между собой, так мы его и называем эту комбинацию. Это лимон, имбирь, соль. В Аюрведе это классическая такая смесь, которая используется именно для активизации выработки соляной кислоты, особенно когда речь идет о белковых продуктах, как животного, так и растительного происхождения. То есть это и бобовые сюда же относятся, и морепродукты, и не только мясо. И эта смесь делается очень легко, пол чайной ложки свежего сока лимона, пол чайной ложки свежего сока имбиря и щепотка соли. И вот это выпивается за 15 минут до еды, можно запить одним-двумя глотками горячей воды, но не запивать полстакана. Это делается именно для активизации, секреции соляной кислоты, нужного объема желудочного сока, и это тогда поддерживает, дает хороший сигнал для поджелудочной железы, что ферментов надо много, протеаз надо хорошее количество, и опять-таки разово, это не прием креона, который мы разово приняли и сымитировали работу наших ферментов. Если мы хотим настроить поджелудочную железу, то и помочь иммунной системе в балансе, то это должно быть из раза в раз, перед каждым приемом пищи, приемом, в течение длительного времени. Вот это очень важное понимание, не полагаться на волшебную таблетку, вот как ли он хорошо работает. Выпили и сразу легкость в животе, мизин для желудка незаменим реклама, вот это волшебные таблетки. Но, хорошо, прием этого креона, он помог переварить именно этот обед. А дальше что? А как же, вот час он поработал, помог нам, а 23 часа оставшиеся, когда нам тоже нужно, чтобы было достаточное количество протеаз, достаточное количество ферментов, и чтобы мы пока спим, они у нас поработали с нашей лимфатической системой, расчистили место для спокойной работы иммунной системы. Как же с этим быть? Здесь же нам ни мизин, ни креон не поможет, они помогут только в переваривании вот конкретно этого куска мяса, например. И вот это вот надо понимать, что даже используя вот такие вот волшебные средства, мы, к сожалению, не решаем вопрос на уровне фундамента. Болото мы не осушили, это опять маскировка. А вот такое регулярное использование, плюс стратегический подход к меню на разные сезоны, дает нужный результат, как взрослым, так и детям. Вот это, я хочу, чтобы вот этот момент, он был понятен. Чем отличается прием препаратов от подхода к образу жизни и стилю питания в зависимости от сезона. И что вот эта вот сезонность, она очень серьезно влияет на нашу выработку и ферментов, и иммунной системы, баланс, и нервные системы. Да, и многие, вот да, вы пишите, что мясо стоит, не переваривается. Многие, более того, уходят в вегетарианство. Сначала неосознанно, потому что считают, что мясо – это не их пища. У детей просто падает аппетит. Когда снижается активность поджелудочной железы, то на фоне вируса или на фоне снижения кислотности желудка, то пропадает аппетит. У взрослых обычно пропадает аппетит есть животный белок. И постепенно человек уходит на вегетарианское питание. Потом под это подтягиваются объяснения, этические нормы и так далее. Редко кто изначально через этические соображения. Естественно, есть такие люди, но обычно человек, вот начинаешь с ним беседовать, и на консультации выясняется, знаете, я так стала, ну, тяжело переваривать, это мясо стоит у меня по полдня потом. Я съела в обед, ложусь спать, я чувствую, как оно стоит, оно у меня вообще не усваивается. Я стала переходить сначала там на птицу, рыбу, потом там оставила яйца, потом, в принципе, убрала. И мне так легко стало, у меня там ушли отеки суставов, у меня наладился стул, у меня изменилось самочувствие, появилась такая легкость и настроение стало, да, такое приподнятое, а то все время ходило как придавленное. И люди решают, что проблема в белке животным. Проблема не в белке, это просто сигнал для нас. И это для нас, к сожалению, ситуация, которая показывает, что надо срочно заняться ферментативной активностью, а не отказываться от этого питания. Если только этических, нет каких-то специальных соображений. Что еще здесь у нас из важных таких моментов, которые можно было бы тоже подчеркнуть, да. У детей, когда падает аппетит, то надо не заставлять есть, а здесь очень важно опять-таки разобраться, что же случилось с их поджелудочной железой. И поддержать вовремя. Они вообще очень благодарно быстро реагируют, и мы сразу можем по ним быстро получить результат. В то же время им и проще поступиться. И вот этот вот секунда, ты уже в яме и потом долго выбираешься, у детей это работает еще быстрее. Поэтому их организовывать, их питание, учитывая сезонность, это очень-очень важно, конечно. Так, сейчас еще почитаю ваши вопросы. Да, даже запах становится неприятным у животного белка, если мы не готовы его переваривать. И это нормальная реакция со стороны организма, то есть он дает сигнал, что я это усвоить не смогу. У нас же, опять-таки, когда вы принимаете вот эту концепцию, вот современная медицина, к сожалению, когда пошла по пути разделения на специальности, она и людям далеким от медицины тоже привила этот момент, что если болит нос, это работа только лора, если насморк, например, или гайморит. Но при чем здесь остальные специалисты? Это вне их компетенции. Есть ли проблема, например, ферментативной активности? Ну при чем здесь иммунолог? Или опять-таки лор? Здесь совсем ни при чем. Надо идти к гастроэнтерологу. Но то, что организм наш, это единая система, хотим мы или нет, и более того, не только единая система всех наших органов и частей тела, но еще и единая система с окружающим миром. На улице пошел дождь, у нас одна уже ферментативная активность. И я тогда сегодня не буду пить кофе с молоком. Я выпью цикорий и еще и присыплю сверху корицей и что-нибудь сухое, какую-то сухую галету съем. Я не буду есть овсяную кашу слизистую и заедать йогуртом, например. Но если сухо и ветрено, то я обязательно съем что-то такое теплое и влажное, например, это может быть запеканка или может быть опять-таки те же самые там, ну крамбл, например, с тушеными сладкими фруктами, но без добавления сахара. То есть здесь вот очень важный момент, реагировать гибко на то, что происходит в окружающей среде. Потому что мы единая система с окружающей средой. Даже если мы сидим дома, не открывая мокли, не выходим на улицу. Влажность меняется в любом случае. Даже если у нас есть осушитель воздуха, это немного компенсирует действительно. Но все равно общая тенденция сезона, она влияет на наш организм. И поэтому то, что обоняние наше отрицает, белок. И неприятно начинает пахнуть мясо. Даже невозможно кому-то его готовить. Я тоже это проходила, я знаю, что ты чувствуешь. Это сигнал. Это не то, что надо отказываться от белка. На время, возможно, надо. Но в это время надо работать. Работать очень активно по паралитической активности. Иначе мы уйдем. Следующий будет этап. Это как раз сбой в иммунной системе. И мы следующим этапом уходим уже в снижение лейкоцитов. Мы уходим следующим этапом в снижение эритроцитов, снижение активности костного мозга, тимуса. То есть там уже шаги. А раскручивать эти проблемы иммунной системы надо именно в первую очередь из работы поджелудочной железы и печени. Вот это самое главное. Откуда черпаются все следующие проблемы уже иммунной системы. Это не значит, что не надо использовать препараты скорой помощи. Вот эту вот схему реагирования. Я специально ее сделала, чтобы можно было в любой момент опереться, скачать. Но это не решает проблемы. Это вот дом начинает рушиться, и мы быстро-быстро вызываем бригаду, чтобы все удержать, восстановить, поставить на место. Но это бригада реагирования именно скорой помощи. А дальше мы опять остаемся один на один со своим домом, когда бригады уехали. Как я отношусь к терапии эфирными маслами? Прекрасно отношусь. Вопрос только качества масел. Сегодня очень большой выбор эфирных масел, и я считаю, что нет смысла привязываться к какой-то одной компании. Я всегда говорю, что я против фанатизма, в чем бы то ни было. И очень важно здесь выбирать то, что для тебя наиболее эффективно. Эфирные масла надо выбирать фармакопийного качества. Желательно, чтобы были у них медицинские сертификаты, чтобы вы могли посмотреть эти сертификаты. Если эти сертификаты есть, то вам должны их предоставить. Это не какая-то тайна или секрет. Если масла в России или в СНГ продаются в аптеке, это совсем не значит, что они имеют медицинские сертификаты. Потому что в аптеке они поставляются как косметические препараты. И они не обязаны иметь, проходить именно такой высокий уровень сертификации. Масла, которые разливают, скажем так, потому что те компании, которые вы знаете, они не являются производителями массы. Это перекупщики, которые покупают масла в тех местах, где их производят по миру, и наливают их уже в флаконы со своей маркой. И, конечно, когда вы покупаете, то желательно, чтобы вы затребовали, особенно если брать швейцарские масла, немецкие масла очень хорошего качества, вы у них можете всегда спросить сертификаты, и они любезно предоставляют, вы понимаете, с каким уровнем масел вы имеете в виду. А наличие, покупка масла в аптеке, меня о чем не говорит, к сожалению, такая особенность сертификации. Можно ли имбирь в порошке? И, конечно, да, можно брать свежий имбирь и жевать кусочек. Можно брать имбирь, есть такие имбирные конфеты, когда вяленый имбирь, и обвален в сахарной пудре. И вот эту вот сахарную пудру можно немножко стряхнуть и детям давать вот такие конфетки, жевать имбирные. Они не такие острые, но детям и не нужно, чтобы все горело. Этого достаточно. Хотя у меня старший сын вынужден был и младший тоже за ним привыкнуть жевать просто кусочек имбиря очищенный. Это вопрос привычки. Рецепторы привыкают. Это тоже адаптивная функция. В небольшом сначала количестве, взбивая пару глотков воды, а потом уже просто спокойно, постепенно привыкают к тому, что они просто берут кусочек имбиря и жуют. И это они у меня делают где-то лет, наверное, ну, 4-5 свободно делают. У нас даже не было переходного момента с имбирными конфетами. Ну, можно так делать. А можно проще, если это тоже тяжело, брать сухой имбирь в порошке, заваривать его как чай и давать пить воду без осадка. То есть заварить, например, пол чайной ложки на стакан кипятка, он настаивается буквально там минут 15, отлить оттуда какую-то часть, на пару глотков, довести до нужной температуры и давать сначала пить такую воду. Или если, например, ребенок привык запивать, или взрослый привык запивать еду, еда слишком сухая, то можно как раз запивать вот таким имбирным настоем. Можно замаскировать его вкусом любимого чая. Просто когда вы завариваете какой-то чай, какой-то, да даже варите компот, делаете взвар, это тоже очень сейчас хорошо будет осенью использовать в горячем виде, то вы обязательно бросаете гвоздику. Знаете, вот как глинтвейн варят? Вот беспроигрышный вариант. Когда вы варите компот, добавляйте те специи, которые приняты добавлять в глинтвейн. Это анис звездочатый, это как раз-таки имбирь, это цедра лимона или апельсина, это корица, это гвоздика, кто-то может немного перца добавить, черного. И вот это получается как раз та самая удачная смесь, которую вы как раз можете, добавив ее в компот, сварить компот. Он не будет так давать какой-то особый острый вкус, но компенсировать уже слизеобразование он уже будет. Его можно пить между едой, можно пить перед едой или полстакана в горячем виде во время еды запивать. Вместо чая или вместо столовой минеральной воды комнатной температуры. То есть здесь вот есть такие, как говорится, лайфхаки, то есть такие моменты, когда можно приспособиться. И я считаю, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Если ваша задача состоит в том, чтобы ребенок перестал болеть, чтобы вы могли спокойно отправлять его в школу, в садик, и не бояться, что через 2 недели он опять придет и сядет дома с очередной бактериальной инфекцией на 2-3 недели, то я считаю, что здесь всегда можно подобрать вот такие вот компромиссы и вводить эти вкусы. Плюс маринуйте, готовите, например, курицу. Почему бы ее не замариновать? В горчице, с тертым имбирем, чесноком, добавить туда немного острого перца. Потом вы можете замариновать, потом это все, например, очистить. Но уже мясо будет подготовлено для того, чтобы лучше перевариваться. Да? То есть вот смотрите, то есть настолько, да, дети плохо пьют горячее, еле теплое. Конечно, именно поэтому я в свое время ввела имбирь, потому что ребенок берет кружку, чувствует, что там горячее, там, ну даже теплое просто. И он говорит, нет, я не буду, я не буду, я вот только комнатной температуры. Тогда что я стала делать? Я как раз ввела компоты комнатной температурой, ну чуть теплее, теплая такая, что вот не вызывало возражения, но со специями, как для глинтвейна. Постепенно увеличивала дозу имбиря, потихонечку добавляла больше сухого имбиря, потом стала тереть на терке имбирь, он так легко тогда выжимается, и просто вот отжимать прямо уже перед подачей чуть-чуть. Дети привыкли к тому, что вкус во рту теплый, но напиток не горячий. То есть мы можем вот это разогревающее действие сделать его либо за счет температуры, либо за счет специй. Специи, они для этого и есть. Вот как я в постели написала, компенсировать мороженое, можно посыпать корицей. И температурой для взрослых людей как альтернатива, это аюрведический кипяток тоже. Но тоже здесь есть нюанс. Горячая вода и аюрведический кипяток, это разные вещи. По той причине, что если мы пьем небольшое количество, допустим, не больше 300-400, ну 300 мл в день, 300-350 мл в день горячей воды, то здесь не важно пьете вы аюрведический кипяток или просто горячую воду в термосе носите с собой. Но если вы пьете, допустим, работаете упорно над желчооттоком и пьете и над реологией желчи, и пьете вы, если больше, чем 300-350 мл в день, вот здесь уже принципиально аюрведический кипяток это будет или горячая вода. В чем их разница? Горячая вода мы просто подогрели и пьем ее в горячем, максимально горячем виде, чтобы не обжигать слизисты. Аюрведический кипяток, это мы взяли воду, налили в кастрюльку, фильтрованную воду, минерализованную, пожалуйста, налили в кастрюльку и выпариваем ее. Чем влажнее на улице, тем больше мы выпариваем. Максимальное выпаривание это вдвое, то есть вы налили, например, литр, а осталось у вас пол-литра, не закрывают крышкой. В летом выпаривают минимально, налили литр, выпарили до 850 мл. Почему это делают? Если вы пьете регулярно горячую воду в большом объеме, взрослый человек это больше чем 300-350 мл, для ребенка пропорционально меньше. Взрослый человек берем на 70 кг, 300-350 мл. Если ребенок весит на 35 кг, значит для ребенка, если он пьет больше чем 150-170 мл, уже лучше давать в виде юридического кипя, а не просто горячей воды. Почему это важно? Когда мы пьем достаточно большой объем горячей воды, мы стимулируем не только желчаток, мы стимулируем не только рецепторы, активизирующие блуждающий нерв, вагрус нерв, и расслабляем сфинктероди, тем самым способствуя тоже желчатоку. Помимо этого всего, горячая вода рефлекторно всегда запускает работу почек. Если мы пьем ее в большом количестве, то мы по сути как будто бы принимаем диуретики. Многие замечают, что у них уходят отеки на приеме горячей воды. По сути, мы как будто бы принимаем диуретики, как травы мочегонные. Это чревато дисбалансом электролитов, если мы это пьем и за дня в день, и за дня в день регулярно, а не просто вот сегодня решили попить горячее. И дисбаланс электролитов может привести к тахикардии, он может привести опять-таки к дисбалансу электролитов и определять работу наших надпочечников. И это может привести опять-таки к изменению в статусе кортизола, дегидроэпиандостерона. И это проявится не сразу, у кого-то это быстро проявится, если есть предпосылки, у кого-то это проявится после регулярного использования. И вот здесь, когда мы выпариваем воду, мы делаем более концентрированный состав минеральных солей. И это бережет нас от дисбаланса. По сути, можно пить горячий регидрон, только не в такой, то есть можно взять просто носить с собой кипяток и пакетик регидрона. Но разводить его не так, как в инструкции написано, а разводить его используя на 500 мл не один пакетик регидрона, а использовать в третью часть всего. Третью часть пакетика на такой же объем воды, как рекомендуется в инструкции. Либо есть варианты столовых минеральных вод, которые несут в себе больше магния, натрия, калия, то есть можно их подогревать, но они обычно очень вкусные. И самый простой вариант, бесплатный, абсолютно, это выпаривание воды, тем самым концентрация электролитов, концентрация солей происходит. И тогда диорез не такой будет наносящий ущерб при длительном использовании в большом объеме, еще раз подчеркну, как просто от воды. То есть это вот ровно для этого делается. Если объем небольшой, или пьете нерегулярно, то, пожалуйста, вот можно и этим не заморачиваться, как сейчас говорится. Но если это все-таки объем достаточный и за дня в день, то мы должны помнить не только о желчатоке и биться за него не в ущерб почкам. Помните еще о электровидном дисбалансе, который мы можем прийти. Аюрведа очень такая грамотная наука, и как я ее называю, это инструкция к использованию нашего тела на планете Земля в абсолютно любых условиях. Описаны абсолютно любые варианты и расписаны шаги, как поступать в том или ином случае. И по сезонам, и по времени дня, как лучше, какое время лучше, что есть, как комбинировать между собой еду, физические нагрузки, кому нужны аэробные нагрузки, кому категорически нет, кто может заниматься силовыми тренировками, для кого это будет уход в болезнь, вот как было с бегом, бегом от инфаркта, потом оказалось, что кто-то прибегает к инфаркту, наоборот, занимает с бегом. То есть вот эта эфсенификация, которая заложена изначально в аюрведе, она меня в свое время впечатлила, и я ее стараюсь транслировать людям, для которых само слово аюрведа это уже что-то или с эзотерикой, или ругательное, здесь непонятно о чем речь, что там это с индуизмом связано, да, то есть это по сути Индия это страна, которая смогла сохранить знания, пришедшие в Индию с учеными, спустившимися с севера и с той территории, которая сейчас является Россией, но это, я считаю, не принципиально, потому что эти знания принадлежат людям всего мира, и эти знания, которые, ну, зачем изобретать велосипед, мы же учимся в школе для того, чтобы уже взять знания, которые люди сделали, и на них расти профессионально, здесь то же самое, эмпирическим путем можно прийти к тому, как вот один мой знакомый сказал, я люблю очень мороженое, и он действительно может съесть 3, 4, 5 мороженых подряд, и всегда страдал хроническим тонзилитом, это очень, очень, очень яркий человек, очень активный, и он если отдыхает, то отдыхает, если работает, то работает, и всегда страдал хроническим тонзилитом, всегда это на следующий день была боль в горле и так далее, и потом, однажды, мы не виделись два года, он говорит, а я вот сейчас могу спокойно 3, 4 и 5, как, ну, летом, естественно, он летом все это позволяет, как, да ягод эмпирическим путем вывел, если я пью после этого стакан горячего дни во время, а после стакан горячей воды, то на следующий день у меня не бывает обострения хронического тонзилита, то есть ко всем вещам этим можно прийти эмпирическим путем, но мне кажется быстрее взять информацию, когда она уже разложена, расписана, по крайней мере, я так поступаю, зависла, у всех зависла, вроде бы идет, я смотрю, как параллельный идет, насчет специй, да, специй очень много, разных, и как раз вот я в эфире даю направление, я хочу показать, что можно по-другому, что можно не так, как мы привыкли, что мы, нас не научили, что мы просто не все знаем, и нам не показали, как это использовать, наверняка многие из вас делятся друг с другом, вот айфон, да, и приходят, что, а ты знаешь, что на айфоне можно вот это делать, а ты знаешь, что вот это можно, а ты знаешь, что вот есть такие-то функции и приложения, а многие просто пишут заметки, напоминания в календаре и общаются в мессенджерах, ну, в инстаграм, да, ходить, а оказывается, у него такой функционал, а оказывается, у него такой спектр использования той же камеры, и ты не знаешь, что у тебя в руках, и ты этим не пользуешься, и радуешься, когда тебе рассказывают о таких возможностях, может быть, ты если бы сам посидел неделю в айфоне, потыкал разные варианты, ты бы дошел до каких-то функций, то не до всех, но это роскошь, неделю сидеть в айфоне, ради того, чтобы узнать, как им пользоваться, это же всего-навсего инструмент для нашего общения с окружающим миром, также и здесь, мы многое просто не знаем, что эти мелочи, на них надо обращать внимание, мы не знаем, что это сигналы, мы с ними боремся, в то время, как мы должны на них обратить внимание и помочь, когда организм кричит нам этими сигналами, сухой кожей, изменением стула, вот как раз изменение картины в лейкоцитарной формуле, в общем анализе крови, то есть здесь, это все сигналы, это не досадные неудобства, от которых надо быстрее избавиться, это сигналы, с которыми надо работать, и вот здесь как раз-таки, я даю направление это, но нюансов очень много, и вот сейчас пишу, 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 вот эти все видео, лекции, курсу, расписываем дополнительные материалы, в том числе и ароматерапию, включаем, и меню, и рецепты, и все это делаем, потому что это достаточно, ну, большая работа для того, чтобы разжевать это все и на все эти вопросы ответить, чтобы была действительно инструкция, да еще и переведенная на понятный для западного человека язык, без пугающих аюрведических терминов на санскрите, которые для многих пустой звук, надо, чтобы было все понятно, разжеванно и логично, ложилось в нашу квартиру мира, западного человека, и вот в этом смысл моей работы, то, что я делаю, да, я перевожу на современный язык, для людей без медицинского образования, для медиков есть отдельные курсы, а это именно для людей без медицинского образования, что делать, какие специи комбинировать, для какого типа пищеварения, потому что еще есть три типа пищеварения, про это тоже разделяется меню, не только меню под сезон подбирается, но еще под тип пищеварения, пищеварение может быть нестабильное, то есть голод, то человек может, если занялся любимым делом, вообще не вспоминать ее дело. И только ночью со зверским аппетитом наброситься на холодильник. Это так называемый вишамагдин. Это один стиль питания. Есть вариант, когда у человека, у него вообще в принципе голоден бывает. И у детей так бывает, да, когда капха подавила огонь пищеварения. То есть в принципе сниженная ферментативная активность постоянно, и он испытывает только аппетит, голода не испытывает. То есть если говоришь, хочешь есть? Ну нет, наверное, ну за компанию могу. Они обычно едят за компанию. Либо едят что-нибудь эдакое. То есть если ему сказать, на тебе тарелку борща, нет, я не хочу, пойду вот там яблочко погрызу. То есть вот они выбирают что-то, у них нет голода, у них есть аппетит на конкретный вид еды. Это серьезное нарушение процесса пищеварения. И конечно это отражается, если это длительное состояние настояния иммунной системы. И обычно такие люди как раз в состоянии иммунной супрессии находятся с одновременным аутоиммунным, с одновременным присутствием аутоиммунных реакций. А есть третий тип, которые если они поели в нужное время, когда они почувствовали голод, все, они рвут и мечут, у них резко портится настроение, буквально сжимается желудок, такая, как говорят, яма желудка. Это третий тип, и для них тоже особенный свой стиль питания осенью должен быть. И свои там специи и так далее. И вот в этом смысл, чтобы было понимание и сразу ответы, и возможно жонглировать этими рекомендациями. Абсолютная и относительная нейтропения, лимфоцитоз. Вот смотрите, это у вас уже 10 лет. Это то, о чем я сегодня говорила. И это то, к сожалению, что я вижу у большинства людей, которые выходят уже потом из ковида, проходит время, у них даже если был воспалительный процесс, да, он пришел в норму. И потом мы приходим вот к такой ситуации, как вы описываете. Это говорит о том, что есть хроническая нагрузка на иммунную систему. Какая это может быть нагрузка? Либо хроническая вирусная нагрузка, либо хроническое воспаление. Это тоже легко разобраться, в чем причина. Воспалительные процессы, то есть хроническая бактериальная инфекция сидит, и с ней все время иммунитет обязан бороться. Либо хроническая вирусная нагрузка. Это легко понять, во-первых, обросив человека, а во-вторых, здесь можно посмотреть, как себя ведут маркеры воспаления. Если в порядке у человека цирреактивный белок, не ультрачувствительный, если он находится ниже единицы для мужчины и для женщины в репродуктивном возрасте, ну или мужчины тоже желательно, конечно, пониже, для женщин репродуктивного возраста разрешено до единицы иметь этот цирреактивный белок, для мужчин и женщин, прошедших уже репродуктивный возраст, желательно ниже 0,5. Здесь мы уже это отслеживаем. Фибриноген, если он на верхней границе референса, это тоже маркер воспаления. Он может быть выше средины, возле верхней границы, но при этом ее не превышать. Но при этом так все время. В целом, каугулограмма неплохая, но все время такая ситуация держится. Также мы там смотрим соотношение между общим белком и альбумином. То есть вот такие есть маркеры, по которым мы можем увидеть речь о вирусной инфекции, либо речь о хронической бактериальной инфекции. Но то, что однозначно иммунная система у вас находится под натиском нерешенного вопроса, это так. И то, что вам нужно начинать обязательно как раз, вот то, что я говорила, с протеолитической активности, обязательно с работы поджелудочной железы и с регуляцией питания, это 100%. Почему помогают, например, вот при таких картинах, временно, правда, часто это бывает, прием таких препаратов, как головит, ректальные свечи или инъекции с головитом. Они помогают именно потому, что вместо иммунной системы решают вот эти вот хронические вопросы. Но многие замечают, что пока идет прием, да, намного легче становится. И картина крови тоже выравнивается. Прием обычно там длительный, обычно где-то на протяжении полутора-двух месяцев, там раз в три дня, там есть свои схемы. Но как только отменяют, проходит месяц, и картина крови смещается, и опять появляется упадок силы, и опять там все сопутствующие симптомы человека испытывают, возвращается к нему вот эта тяжесть. Именно потому, что головит показывает, как должна была бы работать иммунная система, если не было бы этой нагрузки. И нагрузку мы убираем изо дня в день, изменив питание, изменив работу поджелудочной железы, выведя ее на максимум, либо помогая ей протеолитическими ферментами. Все иммуностимуляторы здесь дадут временный эффект. Это будет только, опять-таки, маскировка ситуации. Да, лейкоциты не поднимаются после лучевой терапии. Это тоже частая ситуация, и можно работать, есть хороший очень препарат, темалин, который как раз рекомендуется использовать после лучевой терапии, также после химиотерапии. Там есть в инструкции прописан курс, минимальный курс, это по 10 мл в 10 дней, но там желательно, чтобы был специалист, который сможет с вами откалибровать дозу, потому что там можно и большую дозу использовать, именно для восстановления работы луной системы, темуса, но также надо еще обратить внимание на костный мозг. После лучевой осудной терапии костный мозг очень сильно угнетается, его активность. И пептиды костного мозга, то же самое Бономарлот у Хавенсона, это вторая дополняющая часть терапии. Это то, что я могу, скажем так, на общее обозрение рекомендовать, не зная конкретно вашей ситуации, но это то, что именно разрешено при любых видах онкологии, именно для восстановления иммунной системы, то есть ситуация, которую вы описываете. Про шелушение и грибок на коже, что пишите и кушайте специи, на что обратить внимание. Шелушение и грибок на коже, то есть у вас сразу получается ситуация и с нарушением усвоения жирорастворимых витаминов. Есть. Здесь возникает, повреждается гидролепидная мантия кожи. Шелушение, из-за чего возникает шелушение кожи? Оно возникает из-за того, что идет активное испарение влаги с роговевшего слоя кожи. То есть все очень просто. Кожа теряет влагу быстрее, чем нужно. Почему вдруг это возникает? А возникает это именно, когда нарушается гидролепидный барьер или так называемая гидролепидная мантия. Нарушается она тогда, когда есть дефицит в фосфолипидах. Фосфолипиды – это вещества, которые мы синтезируем самостоятельно, а также можем получить из питания, но мы их не используем сразу, а разбираем и потом из них собираем свои фосфолипиды. Это прерогатива печени. А усвоение фосфолипидов – это работа желчных кислот. Поэтому что нужно здесь делать? Во-первых, можно начать принимать фосфатидилхолин либо в виде чистого фосфатидилхолина. Есть такие препараты на Ахербе, так и называется фосфатидилхолин. Либо это прием лецитина. В хорошей дозе она рассчитывается по весу. Это несложно, когда вы покупаете лецитин, вы видите там инструкции. На регулярной основе. Плюс гепатопротектор, тот же самый артишок, потому что все это должны собирать гепатоциты клетки печени. То есть мы добавляем фосфатидилхолин, из которого состоят мембраны клеток, и которые как раз контролируют гидролюбидный баланс нашей кожи. И мы добавляем артишок. В некоторых случаях, если есть гусиная кожа на предплечьях, нам нужно добавить и витамина, в лучшей виде форме ретинола, нужной для вас дозе. И тогда мы восполняем этот дефицит, а он очень серьезно влияет на качество кожи. Ну а что касается грибка, питание однозначно. Если говорить о специях с грибком, очень хорошо работает такая комбинация, это системное должно быть решение, системное. Хорошо работает комбинация толокнянка, или вы можете найти этот препарат, если за границей, или там уже опять-таки ахербия, это уваурси. Уваурси в капсулах, или толокнянку заваривать. Принимается толокнянка, вместе дополнительно, ее мы дополняем для того, чтобы решить этот вопрос. Дополняем из согревающих специй, но оптимально обычно гвоздика. Вот такая комбинация. То есть вы завариваете толокнянку и сразу добавляете молотую в кофеволонке гвоздику, вместе завариваете и принимаете. Как заваривать толокнянку, если покупаете в виде травы, на пачке написано. Просто к каждому полстакана толокнянки вы добавляете четверть чайной ложки молотой гвоздики в кофемолке. Либо в капсулах принимаете толокнянку. Обычно это три капсулы в день, если вы на хербе покупаете одна через свои, например, у них хорошая, уваурси. Толокнянка, она как раз уникальна тем, что контролирует и грибковые инфекции системно, и бактериальные инфекции. Многие, ну не все, но многие работают с ними. Можно использовать и при дисбактериозе тоже. Можно использовать. Насчет приема индивидуального. Нет, к сожалению, я сейчас прием веду, но запись в листе ожидания остановлена, потому что лист ожидания большой и, наверное, год, полтора года назад была остановлена уже запись в листе ожидания. Физически не успеваешь принять такое количество людей, которое нужно доводить до результата. Давать просто разовые консультации – это малоэффективно. Нужно обязательно консультации и ведение. А ведение, ну это, соответственно, ты можешь взять только ограниченное количество пациентов. Поэтому вот от подобного плана курсы, где все стараешься разжевать и дать, и где многие помогают себе, понимая суть и делая базовые вещи, и потом даже если они попадают к нутрициологу, к врачу, они уже многие вещи прокопали сами. И многие проблемы, такие как, опять-таки, пищеварительная недостаточность, экспериментативная, проблемы с регуляцией стула, проблемы с желчоотоком, проблемы с качеством усвоения витаминов и минералов. То есть это все они уже делают сами, прорабатывают. И приходят уже с какими-то точечными вопросами к узким специалистам. Поэтому я считаю, что здесь, наверное, пользы получается больше дать, чем брать пациентов. И все равно 24 часа в сутки, и это все ограничивает, к сожалению. Слабительные для подростка трепхолу введите. Трепхола очень хороший препарат, мягкий, он не дает привыкания. В аюрведе вообще рекомендуется трепхолу принимать в течение всей жизни, что я и делаю с того самого момента, как познакомилась с аюрведой. Я еще тогда училась на старшем курсе, на шестом курсе в МГУ. И потом был первый мед. И я с того времени нерегулярно применяла трепхолу, решала свои вопросы с кишечником. Ну а позже, уже во время первой беременности, я уже ее вела на регулярной основе. Потом я уже, так и не прерываясь, принимаю ее. Сейчас у меня скоро будет 43. То есть уже, ну, порядка, наверное, 18 лет. Это ежедневный прием. Ну, лет 25, если брать в общем, с начальными такими прерывистыми приемами. И трепхола, действительно, это то, с чего я всегда начинаю регуляцию стула, особенно у детей, подростков. Можно взять, они не очень любят вкус трепхолы, хотя, опять-таки, мои дети легко это делают. Они знают, для чего это мы с ними разговариваем. Они знают про физиологию очень много, то, чего в школах не рассказывают. По сути, вот каждый курс, когда я делаю, я всегда объясняю детям, и они смотрят вместе со мной мои видео, и мы с ними это все прорабатываем. Они понимают, зачем они пьют эти специи, зачем они едят именно так, почему не надо осенью просить мороженое, что лучше другое удовольствие себе позволить. То есть мы многие вещи прорабатываем. Дети очень любят, когда с ними разговаривают, как со взрослыми, когда им не диктуют, а они понимают. Трепхолу лучше брать для подростков, если они не знакомы с этими вкусами, в виде таблеток. Это две таблетки после ужина, две таблетки на ночь. Начать с этого, запивать теплой водой. Не вызывает привыкания совсем. Беременным можно трепхолу, как принимать, рассказала. Беременным можно, но если вы ранее не принимали никогда, то начните с одной таблетки после ужина. Трепхола надо подобрать в свою дозу. Средняя доза обычно это 2 до 4 таблеток. Но есть те, которые очень легко и быстро реагируют на трепхолу, то есть хорошее очищение кишечника происходит. И в этом случае, во время беременности, мы всегда аккуратно относимся к тем препаратам, которые будут стимулировать пересталику от кишечника. И если у вас и на одну или две таблетки будет хорошая реакция, ну, чтобы вы сразу не принимали большую дозу и не приводили опосредованно матку в тонус. Поэтому лучше использовать, начать с одной таблетки, если все в порядке, ну, обычно с одной таблетки все в порядке взрослого человека, то можно вторую добавить. То есть, вот так, постепенно, осознанно вводить. Курс про детей. Вот сейчас, вот в этом осеннем курсе, как себя вести осенью, как питаться, как выстраивать режим дня, что можно использовать из очистительных техник, какие препараты наиболее эффективные можно применять, как работать с воспалительными процессами, там, с вирусными инфекциями. В этом курсе я решила сделать дополнительные опции. Не использовать тарифы, а сделать именно отдельные опции. И каждый может, как взрослый человек, не быть сдавленным рамками тарифа, а набирать те опции дополнительные, какие нужные. Отдельно будет опция по детям, беременным и кормящим. Кому-то надо, кому-то нет. Вот весной курс, когда был, кто-то очень хотел про детей информацию, а кто-то говорил, что мне вот это не надо, зачем мне это будет время моё занимать. Поэтому это будет как опция. Кому-то нужно рецепты, а кому-то достаточно списков продуктов и объяснения, как питаться. Кому-то важно, чтобы были рецепты прописаны, он взял их готовить. Это тоже как отдельная опция. То есть несколько дополнительных опций, которые облегчают жизнь, но они не обязательны. Вот решили в этот раз пойти таким образом, опять-таки благодаря студентам зимнего и весеннего курса собрали обратную связь и нам подсказали варианты, что хотелось бы отдельно докупать разные дополнительные материалы. И мы сделали не тарифами, а вот такими наборами, которые можно собрать. Да, конечно, можно начать с этого курса, если вы не были на весне и зиме. У нас многие на весну пришли, не были на зиме. Можно начать с осени. Осень, как я говорю, это самый сложный период. Можно начать с осени. Придет зима. Если вы поймете пользу от этого, значит отдельно кусок зимы докупите. Придет весна, нужно будет докупить весну-лето. И получится там всего три курса. Весь год охвачен. И бессрочный доступ вы можете пользоваться. Мы специально для тех, кто новенький приходит, наученный прошлым опытом, чтобы никто не чувствовал себя дискомфортно и новичком полным, сделали предобучение. И вот сам курс будет с 20-го числа, а с 16-го числа мы откроем в виде курса для новичков предобучения, как мы называли, предварительное обучение. Когда они могут спокойно посмотреть, изучить весь словарик, глоссарий, основных терминов, хотя я там и помимо их использую, как сейчас, говорю на человеческом языке. что такое типы пищеварения, как его определить, какой у тебя тип пищеварения, какой у ребенка, какой у мужа, какой у подруги, как сезоны влияют и на что нужно обращать внимание. То есть та информация базовая, на которую мы опираемся, она уже заранее будет до курса дана. И люди смогут ее посмотреть, почитать и стать на том же уровне понимания, как те, которые были уже на предыдущих сезонных курсах. И тогда им будет легко воспринимать информацию. Не надо будет бегом врубаться вот в это все новое, что вот есть разные типы пищеварения, оказывается, плюс еще сезоны, как это между собой все это сочетается. То есть они подготовительные курсы молодого бойца пройдут и потом вступают уже в курс. Поэтому так решили сделать. Какую трепхалу пью? Мне очень нравится компания Вьяс. И у нее есть в порошке. Но я вообще предпочитаю, когда человек уже не боится разных вкусов. Потому что западные люди, и особенно западные дети, они знают в основном только сладкий вкус и соленый. Острого боятся, согревающие вкусы, настороженно относятся, вяжущий вкус вообще это что-то такое, ну, мало встречающиеся в современной пище. Дичку, яблоки никто не ест, все едят, да, уже культивированные сорта. А зеленые абрикосы, как мы в свое время в детстве, да, лазили и собирали, еще несозревшие. Сейчас это тоже большая роскошь для современных детей. И для них уже знакомы рафинированные крайние вкусы. Вот как мажор, минор в музыке, как с чего я начала, так и здесь. Сладкий, соленый, полутона они мало знают. И они боятся новых вкусов. И ту же самую трипхолу, ее полезнее пить в порошке, разводя просто в воде. Но для западных людей придуманы в виде прессованных таблеток, в капсулах. Один из лучших вариантов трипхолы это от компании Вьяс. И можно купить на Айхербе капсулы пустые, нужного размера. И просто вот зачерпываешь капсулы, закрываешь вторую половинку и даешь принимать. Можно так делать. Как вариант, например. Трипхолу тоже про это я буду рассказывать. Ее можно по-разному принимать. Если у человека запоры с овечьим стулом, очень сухой стул, то трипхолу мы сопровождаем топленым маслом. На каждые две таблетки трипхолы или пол чайной ложки трипхолы столько же пол чайной ложки топленого масла. То есть выпили две таблетки, запилить такой тепло-горячей водой и проглотили пол чайной ложки топленого масла. Потом на ночь еще две таблетки, значит еще пол чайной ложки топленого масла. Если стул не овечьий, то тогда топленое масло не нужно. Просто трипхола. Что могу сказать про ним? Да, девочки, спасибо огромное моим любимым кураторам, а также студентам первого потока, которые я вижу, что присутствуют на эфире и параллельно отвечают на ваши вопросы. Это не планировалось специально, но это всегда такая инициатива добрая воля от наших кураторов. По сути, они же и дальше как раз в курсе помогают разбираться с множеством-множеством вопросов и нюансов, где что лучше купить, а можно ли вот это вот так взять, а можно ли вот это приготовить заранее, там и заморозить, например, потом размораживать порционально, там и так далее. Вопросов всегда практически много возникает. И вот кураторы наши, это, конечно, просто спасатели в этом плане, и они не выходят из этой роли и здесь продолжают помогать, отвечать на вопросы. Спасибо большое вам. Огромное спасибо. Можно ли на постоянной основе принимать куркумин в какой дозировке? Аккуратно надо с куркумином. Кому-то можно, кому-то лучше сказать, кому нельзя. Если есть сложность преобразования фенилаланина в тирозин, это можно увидеть, например, по профилю органических кислот в моче, если для кого-то, для специалистов, которые сейчас уже присутствуют, это о чем-то говорит, то в этом случае куркумин на длительной основе не рекомендуется. Он, к сожалению, влияет негативно на преобразование фенилаланина в тирозин и в дофамин. И вот здесь мы можем прийти к излишнему накоплению фенилаланина. Как мы это можем увидеть? Появляется от мочи, а у некоторых и от кожи, от пота, мышиный запах такой специфический, как описывают мыши. Сложно, наверное, как-то по-другому сказать, специфический такой запах, или как кошачья моча, вот иногда бывает так концентрированное пахнет, неприятный, его не пропустишь. Вот это такое свойство куркумы, но это не у каждого происходит. Это может произойти, например, если человек принимает аминокислоты, где много фенилаланина, и на этом фоне пьет куркумин. То есть в другом случае, например, бы куркумин так себя не проявил. А у кого-то есть генетическая предрасположенность к такому развитию событий, и у него прием куркумы дает... Но здесь видите, как опять организм дает сигнал. Когда появляется такой запах, на фоне длительного приема препаратов с куркумином или куркумы в большом объеме, просто знайте это и снести дозу или вообще уберите на время, делайте пульсовый прием, как я говорю, то есть, допустим, 2 недели приема, 2 недели перерыва. Вот на Ахербе есть прекрасный препарат Курамин, но там его не каждый может позволить себе опять-таки принимать долго. Он обезболивающим действием обладает, он поддерживает ферментативную активность, поджелудочную железу поддерживает, щитовидную железу поддерживает, выработку именно гормона Т4. Там комбинации и куркумин, хорошей такой дозе экстракт, и фенилаланин еще дополнительно введен. И вот по нему особенно видно ярко, у кого наступает предел, скажем так, все, идет излишнее накопление фенилаланина и выводится мочой, он не идет в цикл дальше преобразования. Можно эту ситуацию обойти дополнительным приемом витамина В6, как вариант. Но это мы уже уходим в биохимию. По сути, мы уже такими вещами, вот уже на годовом курсе занимаемся. То, что интересно именно врачам, то, что интересно нутрициологам такого высокого уровня, не просто генетологам. Наверное, это сейчас не совсем тема эфира, я могу сильно увлечься. Посмотрю, какие были вопросы. Заливайте трепхалу кипятком, где-то прочитали, что можно это делать, или лучше теплой водой. Можно, можно это делать, конечно. Это один еще из вариантов. Вообще, трепхалу применять, у нее очень много вариантов приема и сопровождающих ее веществ. В аюрведе называется анупана, то есть то, что сопровождает главный компонент. Можно заварить трепхалу на ночь, например, кипятком, а утром выпить, не допивая до осадка, опять заварить кипятком и вечером на ночь, уже размешав, выпить вместе с осадком. Кому рекомендуется так делать? Так рекомендуется делать людям, у кого достаточно кишечник чувствительный в плане именно воспаления, у кого есть, например, неспецифический язвенный калит, болезнь крона, у кого поврежденные слизистые, обострение гастрита, энтерита, то есть вот есть дооденальные различные проблемы. То есть когда слизистая, ну как рана открытая, воспалена отечная, ЖКТ, обычно это видно по языку, вот про язык тоже всегда много говорю, и в предобучении, кстати, тоже будут выложены материалы, где мы тоже говорим о диагностике по языку, то, что было перед весенним курсом, эту информацию я давала, чтобы у вас тоже у всех была эта информация, то есть кто попадет сейчас на первый, в первый раз, чтобы у них была вся информация, предварительно весь блок, который был у весны и у зимы, до курсов их, чтобы получить информацию, там было про ногти, про язык, и вот если язык отечный, язык, часто вы прикусываете язык, или ребенок, например, по краям следы от зубов, есть покраснение на спинке языка, и то есть он такой как разбухший, то язык это продолжение ЖКТ, ровно такая же обстановка на слизистой желудочно-кишечного тракта, причем если понимать, где какие зоны на языке, можно понять, где основные проблемы локализуются, и вот в этом случае, трипхалу, если принимать просто размешав воду, в воде ее, у человека могут быть неприятные ощущения, у кого-то может быть изжога, у кого-то могут быть неприятные ощущения в области пупка, то есть такое, как мыть начинает, и вот в этом случае, мы прямо даем максимально этому порошочку распуститься, развариться, скажем так, и получается очень мягкая такая форма для приема трипхалу, в этом случае заваривать, а так, если все в порядке со слизистыми, просто размешали и выпили. На языке чувства жжения надо проверить витамин В12, в первую очередь, если не проходит, чувствуете все время, без всяких имбирей, без всего, уровень В12 обязательно надо проверить, часто дефицит витамина В12 дает вот такую картину. Можно ли восстановить ферментативную функцию поджелудочной или придется вобензинить постоянно? Конечно, можно и нужно. Вообще, здесь, если нет фиброза ткани поджелудочной, то она подлежит восстановлению. Что такое фиброз? Фиброз, вот сейчас он стал на слуху после вирусного пневмония, на фоне коронавируса, то есть это соединительная ткань, по сути, это рубец, который может возникнуть в любом месте нашего организма, там, где было повреждение за счет воспаления, за счет травмы, шрам. Это шрам, это соединительная ткань, это рубец, который не несет теперь никакой функциональной нагрузки. Если такой шрам возник на печени, эти части коледок печени не работают. Если такой шрам или фиброзная ткань, это называют, научно, возник на поджелудочной железе, то эта часть поджелудочной работать не будет. Но это, шрамы такие на поджелудочной образуются только в одном случае, если был острый панкреатит. Если вас не забирали, а острый панкреатит невозможно пропустить. Если вас не забирали по скорой или как минимум она к вам не приезжала и не ставили вам диагноз острый панкреатит, то, скорее всего, никакого фиброза у вас нет. Ну, есть еще там один процент из ста, когда еще и помимо панкреатита, не буду сейчас в это удивляться. Во всех остальных случаях поджелудочная железа имеет ресурс, но она не имеет возможности его проявить. Либо проблема в циркуляции, либо проблема в накоплении нейтрального жира, она также имеет ожирение, как и печень, клетки могут накапливать нейтральный жир. Либо это вообще не ее проблема, а проблема сжатого сфинктерауди, и проблема лежит в плоскости нервной системы, либо отека слизистой 12-перстной кишки, которая не дает выходить к панкреатическому сроку. Поэтому поджелудочная железа снижает его выработку. Либо эта проблема лежит в сфере того, что вы неправильно питаетесь, не учитывая сезонность, не учитывая свои потребности, свою конституцию индивидуальную, неправильно, как научили, так и питаемся. И это не подходит вам, этот стиль питания. И тогда у нас неадекватная выработка поджелудочной железы ферментов. Вообще поджелудочная железа, наверное, это последнее, о чем я сейчас расскажу, поджелудочная железа, она, как я говорила, очень капризная, и она очень инертная. И она подстраивается всегда по своему составу ферментов, соки панкреатическом, под то, что вы едите. Если вы будете есть одеуглеводы, и потом вдруг резко прочитали, что надо есть мясо, и включаете мясо, и вам становится плохо от этого мяса, и вы говорите, ну вот правильно я мясо не ела, плохо у меня от мяса. Но вы и не можете его усвоить вот так вот, раз, и вот давай, теперь я буду есть мясо. А кто будет переваривать это мясо? Поджелудочная железа, как и все наши органы, всегда тяготеют к экономии энергии. Если человек особо и не ест животный белок, зачем я буду выдавать такое количество в протеаз? Зачем? Нет потребности? Нет. То есть это вот ровно то, что по, как говорят, закон кармы, то есть что у каждого следствия есть причина. Также и здесь поджелудочная железа выдает ровно тот состав ферментов, который вы у нее запрашиваете вашим рационом. И здесь получается, что часто она вообще ни при чем, она в прекрасном ресурсном состоянии находится. И стоит только изменить питание, но изменить его грамотно, плавно, и она подстраивает под это свой ферментативный баланс. Но время подстройки от двух до шести недель. Почему вот после долгого голода или каких-то очистительных диет, или после постов нельзя резко начинать есть теперь все подряд, вот все теперь можно. вот здесь можно как раз получить панкреатит и элементарно сбить, сорвать иммунную систему, перегрузив лимфу белками, которые не до конца были расщеплены, то есть пептидами вместо и вот здесь мы должны понимать, что она требует уважения к себе. Если вы меняете рацион, вы должны делать на него переход. Если вы меняете кардинальный рацион, то переход должен быть как минимум две недели. Если это небольшие изменения, допустим, вид мяса вы меняете, или объем, или полпорции, теперь целую порцию, то можно на это время, чтобы так долгий переход не делать, прикрывать ферментами. На эти две недели вы прикрываете прием ферментами, теперь еле не полпорции, а целую порцию и поджелудочная железа в это время меняет свой ферментативный состав. Это большая ошибка опять-таки у людей, которые не находятся в теме медицинской, думать, что если мы принимаем ферменты, то мы отключаем выработку собственных ферментов. Это совсем не так. Более того, у нас во многих традициях, культурах есть способы поддержки ферментативной активности на момент болезни, когда снижена бывает ее разные ситуации. Что давали в этих случаях? Требуху. Вываривали требуху. И давали, если совсем тяжелая ситуация, то бульон из требухи. То есть это вот кишки промытые и вареные. Я помню прекрасно, как в детстве это считалось лакомством для выздоравливающих детей. И это было, люди не понимали, зачем, но это просто так делали бабушки, так делали у нас прабабушки. Если ребенок болел, то ему начинали восстанавливать. Не сразу ему там еду разную, а во-первых, никогда не заставляли есть, пока болеет. А когда появлялся аппетит, давали бульончик из требухи. Потом саму требуху долго-долго ее варили, ужасный запах, и поджаривали на сливочном масле, но зато это очень вкусно. Вот это, она же содержит уже пищеварительные гормоны, ферменты, которые стимулируют, то есть по сути, это как пептиды, примерно, с ферментами. И прием ферментов не отключает работу поджелудочной, но и не помогает ее восстановлению. Это временная замена, это костыль, но если мы не занимаемся восстановлением коленного сустава, например, мы костыль у человека отберем, и пока мы его не лечили, он ходил с костылем, костыль отобрали, он упал. Фермент отменили, опять проблемы все появились. То есть фермент это временное прикрытие для того, чтобы либо перейти на новый рацион, либо для того, чтобы решить проблемы ферментативной активности. Продолжать ли пить коллаген, если не лезет, вплоть до рвотного рефлекса? Конечно, это уже сигнал, что вы не можете его пить. Усваиваете ли вы его? Сдавали ли вы альбумин, общий белок, мочевину до того, как начали принимать коллаген? Вы же, наверное, по какой-то причине явной начали его принимать. И после того, как его допустим месяцев принимали, что изменилось по этим параметрам? Либо у вас были в очень плохом состоянии ногти или волосы, и потом вы его проверили, увидели, что у вас состояние хорошее стало. Это другой вопрос. Тогда, возможно, вам достаточно перегрузка идет. Коллаген это тоже белок. Либо вы его не усваиваете, то есть как ногти были ломкие и неэластичные, так они и остались. Или белок там, альбумин, белок, ладно, альбумином всегда смотрим, самое главное. Вообще-то на единицу подрос за месяц приема коллагена. Понятно, что вы этот коллаген не усваиваете. Тогда перейдите на аминокислоты, я вам гарантирую, что вы не будете давиться аминокислотами, это уже кирпичики разобранные, чтобы печень работала, и включите обязательно гепатопротектор, если не было толка от приема коллагена. Перейдите на аминокислоты, включите гепатопротектор, тот же артишок, и в это время разбирайтесь, почему коллаген не усваивается, что делала, в чем дело с кислотностью, либо паратилитическая активность, протеаз недостаточно было, должен был усваиваться, если эффекта не получил. Холодец нет, холодец не заменяет требуху, совсем другой продукт для других целей, более того, если холодец сварен, холодец же по-разному готовят, если он сделан на костном бульоне, мясо отварено отдельно, а потом бульон с мяса слитый выброшен, а мясо порезано на кусочки и залито потом уже с чесночком и так далее, залито уже костным бульоном вываренным, это одно, а вот если мы варили бульон кости с мясом, потом мясо вытащили, продолжили кости варить, этот же бульон, это плохой вариант холодца, это большое количество пуринов, мясной бульон содержит пурины, это мочевая кислота, это проблемы с суставами, костный бульон принципиально отличается от бульона мясного, у костного бульона тоже есть польза для поджелудочной железы, там есть так называемые экстраактивные вещества, почему у некоторых возникает ожога на холодец, на варистые костные бульоны, или ребенку даешь костный бульон, и он жалуется на боль, показывает над пупком, там очень активно, высокая концентрация, по сути, это экстракт, экстраактивных веществ, которые заставляют, особенно в первую очередь, выбрасывать большое количество желчи, если сфинктер сжат сфинктеродий, желчь поступает в желчный пузырь, пузырь увеличивается в объеме, а сфинктер не дает выход сжат, и вот здесь возникает сильная боль, позволить себе такой бульон костный, очень полезный, имеющий большой спектр аминокислот, может человек, у которого хорошо работает сфинктеродий, и не схлапывается, сочетание например алкоголя нестабильного эмоционального фона и холодца, это то, что я несколько раз в своей жизни встречала как причина острого панкреатита, что русскому хорошо, немцу смех, надо понимать когда и что можно использовать, едят, пьют алкоголь сначала, какой-то праздник, самый высокий процент обращения в скорую с приступом острого панкреатита это всегда накануне Новый год и вот эти праздники 10 дней обычно после Нового года. Почему? Потому что пьют алкоголь, алкоголь он серьезно влияет на поджелудочную железу, вызывая как мини-закупорки такие жировые, ну и бог с ними было бы. Но, если на этом фоне у человека есть эмоциональное возбуждение, он не расслабился от этого алкоголя, он еще находится в состоянии такого стресса, неважно, это положительное эмоциональное возбуждение, он весь в эйфории, либо он в напряжении, в стрессе. Но это в любом случае, любой стресс всегда нам закрывает проток, сфинктеродис сжимает. И мы в это время съедаем холодец вот это или жир. Это может быть кусок торта, где в основном он состоит из крема на сливочном масле. Или это может быть какая-то жирная свинина, какая-то жирная колбаса, то есть или много жира, или вот этот вот холодец. Тоже бывает он с жиром не всегда убирает. Все. Мы тем самым толкаем желчный, чтобы желчь пошла. желчь набирается, проток закрыт, панкреатический сок тоже начинает активно выделяться на вот эти вещества очень жирные и с экстраактивными бульонами. Тоже начинает выделяться активный панкреатический сок. Проток закрыт и происходит так называемый обратный заброс панкреатического сока в поджелудочную железу и некроз ткани поджелудочной железы. Это как сам себя съел. То есть ферменты начинают расщеплять ткань поджелудочной железы. Это очень острая боль. Это всегда скоро. Поэтому холодец хорошо, хорошо, но если вы едите его в расслабленном состоянии и вам точно у вас не схлопнуть сфинктеродия. Следите за этим состоянием. вы чувствуете? Я думаю, что я сделаю следующим образом. Я размещу окошко и с теми вопросами, которые особенно как раз будут перекликаться у нас с темой иммунной системы. Самое главное, мне вот интересно не иммуностимуляторы или иммуносупрессоры рассматривать. Или если вам нужна острая помощь, что делать, если заболел коронавирусом, то в шапке профиля нажимаете на ссылку, идете в телеграм-канал бесплатный и файл их скачивает и схему реагирования при ковиде. То есть это уже все расписано, разобано и разжевано. Нет смысла это переваривать. Нужно восстановление по сосудам, идете на ютуб, смотрите эфир и берете в себе всю информацию. Но если интересны именно вот эти вот моменты, как сделать, чтобы иммунитет был в балансе все время, они вот сейчас мы заболели и все, мой родной любимый иммунитет все для тебя, все для тебя сделают. Отболели, не умерли, слава богу, и все, и уже там как будет опять. Вот если речь об этом, о регулярной осознанной поддержке, о том, чтобы дать ему возможность быть не только в мажоре или в миноре, а узнать равновесное состояние, чтобы он был гибкий. Эмунитет, когда в равновесе, он гибкий. Он и на вирусную инфекцию отреагирует, антитела выработает, и на бактериальную отреагирует, отобьет ее, и не уйдет в крайность. Это как когда мы едем на велосипеде, мы держим балансом, мы не падаем. Как только мы баланс потеряли, мы уже не едем, упали. А это искусство, нельзя сесть и сразу поехать, если ты никогда этого не делал. С чужой помощью можно тебя будет держать, но как только тебя бросит, ты не умеешь ехать. Надо этому научиться. Это регулярные упражнения, также здесь это регулярные ежедневные действия. и я считаю, что, наверное, даже больше пользы приношу тем, что вот это объясняю, и люди потом это объясняют своим детям, внукам, и берегут себя от многих хронических заболеваний, которые могли бы развиться, но не развились. Я, например, уже точно ушла, уже мне за 40, я ушла от тех хронических заболеваний, которые у меня по всей логике должны были бы наследственно проявиться, как у моей мамы, у моей бабушки. Только изменением не приема препаратов, а именно изменением отношения своего к питанию, к образу жизни. Пишите волосы, что хорошие волосы. Да, хорошие, но я не использую специальных шампуней, и я не пью белок специальный. Я слежу за питанием, за работой поджелудочной железы, за ферментативной активностью. И этого достаточно. Это минимум, наш организм готов жить на минимуме, если мы ему обеспечим, чтобы он мог это все усвоить. Иначе мы можем купиться протеиновыми коктейлями и только получить избыток слизи. Не впихнуть это в волос, этот белок. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что как-то развернуло ваше внимание и возможно придало какое-то спокойствие и стабильность из области поиска какого-нибудь очередного волшебного препарата, который я сейчас пропью или проколю, и все, вот иммунная система у меня мгновенно станет стабильной и будет отражать все, что угодно. такие препараты, если они работают, они всегда имеют побочные эффекты. Тот же самый иммунный супрессор, который используют при цитокиновом шторме, после них тоже надо восстанавливаться, после антибиотиков тоже надо восстанавливаться, после иммуностимуляторов тоже надо приходить в себя. И это экстренные ситуации. А волшебная таблетка это наш сам организм, его возможность, его ресурсы, просто надо не мешать, можно даже не помогать, просто не мешать, не делать то, с чем он вынужден бороться. И все. А вот подобрать, когда мне нравится, не нравится, я это люблю, не люблю, вкусами поиграть как раз таки, это вообще не проблема. Привычки меняются легко, особенно если когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, что у тебя есть дальняя цель на результат, у тебя есть точка А и точка Б, куда ты должен прийти, что ты должен прийти, безхронических геморитов, без этого постоянного гуляния веса, без отеков, без снижения активности щитовидной железы, с нормальным иммунитетом, здоровым, ты, у тебя есть эта точка, куда ты должен прийти и привезти своего ребенка. уже вот эти моменты, что я очень люблю вот этот продукт, не могу от него отказаться, но ты всегда можешь подобрать вкусы, сместить свое внимание на другие не менее вкусные вещи, но не так влияющие в этот момент, или подождать несколько месяцев до начала сезона и потом оторваться на этом продукте, когда он уже пользу принесет. Арбузы летом приносят пользу, приносят. попробуйте их есть сейчас дождливую осень, получите массу проблем. Здесь все должно быть дорогая ложка к обеду. Когда мы с головой не идем против природы, то можно наслаждаться не сидеть все время на аутоиммунном протоколе или строгом противовоспалительном, а делать это в правильные сезоны, вот и все об этом речь. Спасибо вам огромное, я сейчас эфир завершу, постараюсь его сохранить и выложу в виде публикации. А окошко в сторис выложу под ваши вопросы и те вопросы, которые полезны для всех в развитии этой темы, я на них поотвечаю. Тогда уже завтра буду выкладывать, отвечать, чтобы всем было интересно и полезно. Спасибо, спасибо еще раз всем моим студентам. Я к вам это вообще отдельное трепетное отношение и наше единомышленнее это для меня дорогого стоит. Благодарю новых людей, для которых может быть были какие-то моменты слишком быстро проговорены, но если вы расстались и вам это интересно, значит мы с вами уже плечом и Продолжение следует...